всем привет друзья алексей поздоровайся у нас уже пол третьего почти время мишутка ушел на тренировку сегодня каникулы сейчас вернее каникулы у них олежка его к двум часам повел немножко перенесли время поэтому в двум часам повел а здесь посмотрите какая красота из 500 грамм соевых бобов я добыла 8 литров молока вот такая вот у меня большая в кастрюле не поместилось поэтому я налила молоко это вниз от мантышницы 8 литров молока и сейчас буду его сквашивать а потом вам скажу сколько на выходе я получу тофу вот такая красота алексей куклачев вы теперь на новый год будете подрабатывать тимошкой на тимошку памперс оденете будете детей с ним фотографировать а чё дай ему пусть запрыгнет контент будет будешь стоять пока он не слезет тима тима иди сюда иди сюда идешь идешь давай давай мальчик давай давай малыш иди 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 не трогай дверь миша боится иди малыш идешь тима идешь тима тима ну все давайте памперсы тогда купим самые маленькие оденем и будем фотографировать на новогодних утренниках детей с тимошей тима тима пойдемте сам сам перепрыгнет на свой домик думаю там него боится камеру нюхать надо мохнатый кошельчик вот какой умняга все вы пошли с вами пойти там холодно и чем мне там делать я лучше отдохну дайте можно отдохнем с тима любопытный варвар варвар говорят же любопытная варвара он же мальчик поэтому варвар тима повернись к нам передом тимоша тима так на камеру не надо вставать понял тимонечка сладкий такой у кого такой мокренький носик а у кого носик мокренький а ты еще зачем эти штаны одеваешь тебе теплые надо одевать а где они тебе уже малы так что одевай домашние треники и теплые штаны ты маленький ты маленький и 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 малаклава алексей с мишуткой идут переобувать машину в гараж почему мы холодно же и застегивай красавец застегни так чтобы она не отстегивалась сильно натягивать наоборот не надо и дай снежинку папе может жилетку надо еще какую одеть вы же долго будете и шарф надеть ну не знаю надо жилетку в итоге в общем они идут колеса менять и миша решил потеплее шапку себе взять это делаешь там папе помогали вышли мешать мешать я так и знала папа точно его с собой берешь он тебе мешать будет но иди куртку одевай штаны одевай ты же не в шапке в одной пойдешь я надеюсь в шапке одной ну не рви там же этот зашито папа нам уже этот класть что-нибудь одевайся что-нибудь одевай ты сначала потом в ботиночке олежка молодец маме помогает всем здрасте ой подожди еще раз всем здравствуйте молодец а мы с алексеем сели только чай пить у нас время уже бизнес 11 в общем смотрите я напекла блинов всех уже накормила все поужинали и еще вот это вот на завтра осталось это у меня блины из старого творога творог залежался я его блендером взбила воды добавила муки добавила и пожарила вот такие блинчики а это у меня олежкины блины из соевого молока кстати очень вкусные нежные мне понравились вот а это у нас друзья как вы думаете что напишите в комментариях кто кто что думает вот на вот это блюдо я сегодня очередной раз сделала тофу из 500 грамм соевых бобов у меня в на моче в набухшем виде уже получилось 1160 когда я их перемолола блендером залила водой процедила через четырехслойную марлю у меня получилось 8 литров молока вот и из 8 литров молока в итоге у меня получилось 1 килограмм 150 грамм этого тофу огромный такой этот брусочек получился кусок тофу мы все его с удовольствием поели кроме алексея миша тоже у нас научился тофу есть и из жмых а прошлый раз жмых я убрала в холодильник и в этот раз тоже жмых образовался из вот этого жмых а значит я добавила две луковицы где-то 5-6 зубчиков чеснока специи из специи да я добавила черный перец кориандр соль и кумин зиру молотую зиру добавила все это хорошенько перемешала пожарила и вы знаете они своеобразные котлетки сухие вот рассыпчатые то есть их малейшее неправильное движение они начинают рассыпаться но тем не менее они вкусные олег тебе понравилось так-то да понравились вкус напомнил рыбные котлеты из столовой котлеты из столовой вкус напомнил но консистенция немножко до рыхлая рассыпчатая и сухая суховатая да вот ну спали море пойдет да да нормально вкусно нормально очень даже вот а блинчики понравились ничего очень вкусно они даже так без начинки откусил они настолько такие вот вкусные что вот так понравилось молодец в общем олегу все нравится что мама ему готовит вегетарианская далек молодец так что вот такие у нас дела друзья алексей там как всегда работает я ему чаек налила а здесь у него уже старый остывший чай даже не сколько чай здесь вода наверное вот я пью чай ванилокарамелка ванильный с карамелью а у алексея ромашковый чай что-то дети подсели на ромашковый чай им так стало нравится и они один раз себе макнут буквально один-два раза макнут а все остальное отдают алексею алексей потом допивает ему приходится уже несколько дней подряд пить ромашковый чай да алексей тебе нравится ладно будем пить чай хотя мы уже наеты и сидим просто чай пьем всем приятного аппетита тоже не даже мы не включали камеру время у нас уже четыре часа у нас тут такие события происходят олежка у нас за температурил когда температура поднялась до 39 я ему сбила ее сейчас вилку еще и вызвала доктора доктор приехал у ребенка никаких признаков абсолютно никаких признаков простуды нет доктор сказал что рыхлое горло миндалины чистые легкие чистые послушал он его все короче в порядке давайте говорит орбидол или анаферон что-то противовирусное и горло лечить будем мирами стен и стрепсилс назначил а также обильное питье но я ему говорю никаких признаков простуды вы что говорю нас на ковид проверять не будете на что он сказал что сейчас огромное количество сдающих но вот этих вот анализов на ковид и лаборантка вирусолог сказала строго-настрого чтобы брали только у тех у кого родители были контактными или там сами тоже являются ковидными больными вот я говорю ну слушайте у у нашего ребенка родители работают на удаленке а дети говорю как раз таки и ходят что в школу на тренировку и контактируют с другими детьми у них больше шансов говорю подцепить этот к вид чем у нас говорю с мужем на что он сказал ну вот таковы правило просто так брать не буду ну просто так короче тест на к вид мы не берем вот что хочу сказать я уверена что у него температура до 39 поднялась не из-за горла потому что горло у нас болело прям бывало что летом у него прям болело горло и мы ему тоже лечили горло на температуры тогда такой не было поэтому не знаю с чем это связано сегодня у нас четверг если завтра поднимется температура опять вызову доктора если ночью поднимется температура повторно то может быть даже скорую буду вызывать ну я бы хотела чтобы нас на к вид провели потому что ничего абсолютно нет у ребенка не соплей не кашля легкие слава богу чистые нету этого как называется насморка ничего абсолютно у ребенка нет только температура 39 это как такое вообще возможно поэтому мы его изолировали я ему вот на столике вот таком таскаю теперь кушать из еды у него сегодня рис с водой соевые котлеты тофу с соевой пастой и квашеная капуста сейчас отнесу он пообедает потом отнесу и сделаю ему чай наверное с медом чтобы он обильно пил такую медом буду чередовать с малиной со смородиной потом опять медом с малиной со смородиной будет теперь обильно пить здравствуй мишутка плохо без брата но брата жалко но мы же доктора ждали я что ж не виновата доктора ждали теперь лекарства олегу все из аптечки пока нашла кушать олегу приготовила за больным же надо уход да то олег за тобой ухаживал то теперь за олегом нужен уход да чё не мой возьми помоги возьми себе сам разогреть теперь еду вот пожалуйста я тебе положила соевую мясную убрать нет не понял ты не лопнешь деточка нет а мне кажется лопнешь нет я ему положила мясную котлету и тофу положила кусок он говорит дай мне еще соевую котлету ладно сейчас разберемся посмотрите какая вкуснятина соль перец черный и оливковое масло все закрываем и ждем когда приготовиться здесь у меня еще есть сейчас мы будем жарить стейки сегодня на мог банги у нас будут стейки друзья посмотрите какая вкусняшка аппетитная получилось по моему у нас первый раз вообще сколько мы являемся владельцами такого автоматического гриль tefalя этого электрического tefalя электрического гриля первый раз у нас вот такие четкие красивые аппетитные полосочки обычно они какие-то бледненькие это не про это самое они приготовленные обычно но вот таких аппетитных полосочек обычно нету вот наверное для мог банга стараемся потому что но я вам хочу сказать что когда выбираешь какой-нибудь режим сейчас подойду вот здесь какой-то режим когда выбираешь то нагрев происходит значительно меньше чем сейчас мы выбрали с алексеем ручной режим максимальный нагрев вот так до красна и теперь вот такие вот полосочки не происходит звукового сигнала знаете когда вы выбираешь какой-нибудь режим он как бы определяет сам толщину до умный такой гриль вот но когда он приготовил издает звуковой сигнал открываешь а там полосочек вот таких аппетитных нету но когда он издал звуковой сигнал он уже перестает греть понимаете все он отключает типа я приготовил и отключился я вот такой умный но вот таких полосок нету не знаю с чем это связано может быть с тем чтобы у людей не сгорала пища лучше пусть она не догорит чем перегорит короче не знаю а сейчас видите на ручном режиме я сама контролирую а вот здесь например вот это тоже можно снять вот это снять можно вот это снять можно а какие то еще немножко оставлю ну в общем вот так и буду сейчас мясо тоже жарить на ручном режиме вообще на этом ручном режиме сегодня я готовлю первый раз обычно мы выбирали там ну если курицу жарили значит курицу выбирали если там стейки жарили значит вот этот режим выбирали но теперь буду на ручном режиме готовить а когда вот такой режим выбираешь и получаешь на стейках еле-еле заметные полосочки и так такое ощущение как будто стейк у нас пропаренный больше не жареный опаренный вот то конечно расстраиваешься и думаешь да нафиг такой гриль нужен лучше бы я сковороду купила значительно бы дешевле бы стоило и на плите бы довела бы уже мясо там до тех полосочек до того цвета который мне нужен вот я была сначала расстроена но сейчас на ручном режиме в принципе ничего очень даже аппетитно сейчас буду некоторые снимать они прилипли сверху смотрите ладно отключаюсь всем привет друзья еще раз привет как дела пока не спится да я хотела вам показать вот редька у меня оставалась которую я не смогла натереть когда делала для вас рецепт она такая прям сухая скажем так мягко говоря сухая потом морковку одну вот так нарезала это чеснок и у меня оставалось после рецепта тоже немножко капусты из всего этого я хочу сделать чем те обычно из той редьки которую я не могу пропустить через станок для корейской морковки я готовлю мур чимчи так называемая сейчас покажу готовится очень легко и быстро рецепт у нас есть на канале мы вам его оставим просто берем соль солим воду и перчим и перчим марш соли еще чуть-чуть все хорошо вот так перемешиваю и вот в эту воду сейчас буду отправлять все подготовленные ингредиенты это чеснок редька и морковка можно еще весенний период времени и диску я могу положить такое мур чимчи тоже так она потом приятная кисленькая такое получается и вода вот это тоже вся выпивается фильтрованную воду просто беру ее солю перчу и овощи закидываю ссылочку алексей вам оставит алексей чуть в последнее время не смотрит что ли влоги вообще не никакие ссылки не оставляет да алексей очень плохо солено остренькая водичка такая получается и теперь сюда просто закладываем все подготовленные ингредиенты вот так в том числе и чеснок идет туда так капусту еще набузила все вот так вот утапливаем и оставляем на столе на два дня все это ферментируется за два дня и через два дня вкусная кислая мор чем че у нас будет вот так легко быстро буквально за три минуты мы с вами приготовили целый контейнер вот такого вот корейского мор чем че все через два дня чем че будет готова сейчас прикрою крышкой не плотно но прикрою крышкой и будет ферментироваться у меня чем че друзья если видео понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы вам сообщали о наших новых видео пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться всем спасибо за внимание всем пока пока приходите еще увидимся снова